привет друзья с вами Денис я сегодня гуляю по городу Таллину и хочу вам показать друзья одну из прекраснейших новостроек а именно три новых высотных дома которые значительно украсили наш небольшой город Таллин дома были построены буквально совсем недавно и в них можно купить квартиру а пока я иду в сторону этих домов друзья как всегда новости касаемые конечно же эстонии ну вот я подошел к одному симпатичному желтому дому здесь располагается значит центр карьеры Таллинской биржи труда а также государственная значит государственная организация по недвижимости а также и эстонский эстонская геологическая деятельность здесь офис эстонской геологической службы так идем дальше идем дальше сегодня у нас 19 января 2019 года прекрасная сухая погода и голубое небо над городом Таллину а хотелось бы сказать пару слов о нашумевшей новости касаемой фейсбука дело в том что фейсбук удалил 8 страниц которые были посвящены эстонии по заверению представителей фейсбука эти страницы организовала российская сторона а в частности информационное агентство спутник целью этих страниц было пропаганда российских ценностях ценностей на территорию эстонии а также критика нато североатлантического блока военного блока нато ввиду чего эти страницы были организованы значит в октябре 2017 года и вот совсем недавно фейсбук их закрыл за пропаганду российскую пропаганду как они говорят мы идем дальше на ваших экранах здание недавно построенного в этом году летом суда нового суда эстонской республики а именно нашего таллиннского и хариусского района или как по-эстонски говорят хариусского моаконда абсолютно новое здание сделанное по всем стандартам современных технологий ну что можно сказать я вот сейчас кстати направляюсь к небоскребом по таллиннским меркам великолепным трехэтажный вернее 13 этажным домам которые стали новыми символами нового таллина в домах в этих прекрасных можно купить квартиру цены очень дорогие квартиры подойдут для обеспеченных успешных богатых людей в частности четырехкомнатную квартиру можно купить площадью 107 квадратных метров можно приобрести за почти 300 тысяч евро двухкомнатную можно приобрести вернее трехкомнатную можно приобрести приобрести за почти 280 тысяч евро дома имеют направленность на наш таллиннский залив на море и с верхних этажей открывается феноменальный вид на весь в том числе старый город таллинн так что у кого есть деньги конечно же захотят купить квартиру на верхних этажах этих замечательных домов а я иду вниз и хочу вам сообщить друзья следующую информацию вы спросите но как же дела обстоят с русскими политиками в эстонии многие слышали что эстония ревностно защищает свой эстонский язык да действительно это так в эстонии существует языковая инспекция которая достаточно строго следит за соблюдением и сознанием за знанием языка особенно у высших чиновников так вот появилась в эстонских новостях значит информация по которой языковая инспекция обязала значит мэра города марду это преимущественно русскоязычный город сдать экзамен на категорию c1 это высшая категория знания эстонского языка мэра города марду зовут владимира архипов и у него нету до сих пор документа о знании высшей категории языка что недопустимо по мнению эстонских властей в эстонии есть еще один город кохтлоярве в кохтлоярве живут в основном тоже русскоязычные люди и там есть вице-мэр города по имени значит друзья виталий бородин который также не имеет документа на знание высшей категории но если мэр города то значит марду владимир архипов хотя бы умеет говорить чисто по-эстонски и он сказал что в ближайшее время сдаст экзамен то виталию бородину будет ой как не сладко как заявил сам бородин он приложит все усилия чтобы изучить эстонский язык и сдать этот достаточно сложный для него экзамен вот такие оптимистичные новости о российских политиках живущих в эстонии также следует упомянуть тот факт что под прицел языковой инспекции эстонии попала другая русская женщина вице-мэр другого почти что целиком русскоязычного города города силами женщину зовут татьяна иванова ей тоже придется подучить язык до высшей категории c1 следующая проверка и в татьяна ивановой будет в первом полугодии этого года ну что ж пожелаем русскоязычным политикам нашей эстонии сдать этот экзамен языковой и служить на благо всех жителей эстонии а с вами был денис в этот прекрасный солнечный день на улице города талина и показал вам три великолепных новых здания здания где квадратный метр жилья оценивается примерно в 3000 евро за квадратный метр так что друзья спасибо за внимание всем добра приезжайте в таллинн до новых встреч до свидания